Здарова, ребят, с вами Илья, и это наш Игродень, и сегодня у нас выпуск максимально ностальгический. Короче, запаситесь чайком, конфетками, пролайки, не забудьте, да и комментарии тоже поставьте, ведь самых шустрых я всегда показываю в следующих своих выпусках. Ну и не будем терять время, давайте начнём. Дэнди, Дэнди и ещё раз Дэнди. Как же много значит это для меня, да и для, думаю, многих детей 90-х, ведь у каждого хотя бы раз было знакомство именно с этой игровой приставкой. Я думаю, что многих она вызывает приятные воспоминания, ностальгию и прямо ассоциируется с каким-то таким офигенным детством. Вообще, Дэнди это то, с чего началось моё знакомство с игровой индустрией, поэтому приставка всегда будет в моём сердце. Ну, к чему я всё это говорю? Попалась ко мне в руки новая приставка, и это Дэнди на современный лад, ребята, и я решил поделиться с вами своими эмоциями. Называется это дело Retro Genesis, и ссылочку я оставлю в описании. Ну, давайте начнём с этой яркой и очень прикольной коробочки. В комплекте идёт у нас сама приставка, инструкция, два беспроводных джойстика, блок питания, AV-кабель и 300 игр, среди которых есть все самые культовые проекты. Это очень радует. Вообще, это такая новая линейка консолей, превыполненная в классической форме, всеми знакомый Дэнди Джуниор или Фомиком, с пропорциями один в один, что опять же позволяет прям вновь почувствовать те эмоции, что были в нашем детстве. Вообще, по качеству сборки всё более чем замечательно. Видно, что пластик такой более-менее качественный, так скажем, и те, у кого были Дэнди, думаю, в общем-то, получат именно то, что они ждут от этой приставки. С этим, в общем, полный порядок. На самом деле, что радует, тут у нас в комплекте идут джойстики беспроводные, и это, конечно же, намного удобнее, чем было раньше. Вообще, приключение очень простое, тут даже рассказывать, думаю, не стоит. Каждый спокойно с этим разберётся. Далее нас встречает уже менюшка, где мы из заданного списка можем выбрать ту игру, в которую хотим залипнуть. Вообще, список, я думаю, оставлю в описании, так что сможете с ним ознакомиться, и думаю, многие классные игрушки, которые вам нравились в детстве, будут в этом списке. Ну, так вот, в общем, я поиграл, окунулся во всю эту ностальгию, в эту детскую радость, и было более чем круто. На самом деле, играл я порядка пары часов, играл не только один, но и с друзьями, и получилось классно поностальгировать, вспомнить те былые времена, и просто классно провести время. Короче, если вы играли в детстве в восьми битки, то вам прям сто процентов нужно вновь это попробовать, потому что, ну, блин, это всё-таки ностальгия наше детство, и это реально непередаваемое ощущение. Также, если вы вообще, в принципе, не знаете, что такое Дэнди, то, опять же, тоже стоит посмотреть, потому что, ну, всегда интересно узнать, с чего же всё началось именно в нашей стране, потому что именно с Дэнди, пожалуй, и был этот бум такой игровой, и многие, в общем-то, именно с этой приставочкой познакомились именно с таким виртуальным офигенным миром. Короче, ребят, ссылочку оставлю в описании, посмотрите её, и напишите в комментариях, какие у вас вообще эмоции вызывает Дэнди, какие игры вы играли в детстве, и всё, что хотите, ещё тоже напишите, мне будет интересно всё это дело почитать. Ну, а так будем заканчивать на сегодня, надеюсь, что видосик вам понравился, так что ещё и лайки тоже нажмите, до скорых встреч, и пока!